Нужно сейчас изменить постановку задачи. Дело в том, что я умею еще два доказательства рассказывать, если мы считаем не деревья, а леса. Из К деревьев. Только, ребята, чтобы было проще, давайте я объясню, что такое лес. И некоторые условия очень важные наложу. Вот представьте себе, что у нас некая игра в лес, а место деревьев. Нарисованных рядом, да? Представьте себе, что у нас некая игра состоит, скажем, из пяти деревьев. Кстати, точки тоже деревьев. Я требую сейчас, чтобы число 1 находилось не там, где число 2, не там, где число 3, не там, где 4 и не там, где 5. Это будет очень важное условие. Итак, мы подсчитываем всевозможные нумерованные леса. Лес – это что такое? Это граф, в котором k – компонент связности. При этом требуется, чтобы числа 1, 2, 3, 4 и так далее, k. Вот здесь вот ответ не такой, нет, мы его сейчас увидим еще. Требуется, чтобы было k компонент связности и числа от 1 до k, чтобы они лежали в разных компонентах. Потому что иначе там ответ, к сожалению, не получается. Так вот, давайте, вот там я заполнил табличку для n, и сейчас придется нам с вами заполнить табличку не для n, а для nk. Поехали. Значит, что у нас бывает? У нас бывает здесь число n, здесь число k. n, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если k – это единица, то ответы мы уже получили. И поэтому мы их приспокойненько можем уже написать. Это 1, 1, 3, 16, 125. А вот интересно, если k равно 2, ну, нет, понятно, что здесь тогда ответ будет 0, да? Вот, 3, 4, 5. Здесь ответ 0 – это неинтересно. А вот так, 2 компоненты, 2 решим. Понятно, что такой лес… сколько, что? Два. Ну, 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 ну. Единственное, конечно. Правильно? Включательно. И чтобы учиться по всей диагонали будет единица. Да, по всей диагонали единицы. Хорошо. А давайте возьмем так. Сразу n равняется 3, k равняется 2. Ужасно, интересно. Две компоненты. В одной лиге есть вершина 1, в другой вершина 2. Третью вершину мы куда привязываем? Либо сюда, либо сюда. Правильно? Значит, здесь сколько будет? Два вариантов. Отлично. 2, 4. Это уже не вполне деградность. Когда есть 4 вершины, то либо вот такая картинка. Смотрите, 3, 4 или 4, 3, это разные. Поэтому таких два варианта. Либо картинка вот такая. Здесь единичка. Смотрите, тогда здесь 3, 4, это единственный вариант. Либо картинка вот такая. Таких вариантов очевидно 2. Либо картинка здесь единица, вот здесь вот, таких вариантов 2. Либо, наконец, здесь единица, здесь таких вариантов 1. Так, 2, 1, 2, 2, 1. Всего сколько? 8. 8. Ребята, на самом деле, это все, конечно, может и замечательно. Но мне хотелось бы как-нибудь все-таки попонятнее разбираться. Ну, например, вот ситуацию, когда 5, 2, не хотелось бы все-таки все вырисовывать. Хотелось бы получить ответ на каким-то более понятным рассуждением. Давайте попытаемся так, вот что такое 5 вершин и 2 точки. Значит, вот есть точка 1, есть точка 2, да? Господа, смотрите, какие есть варианты. Если точка с единицей является самопустимой компонентом, то фактически у нас здесь должен быть пронумерованное дерево на 4 вершинах. В пронумерованных деревьях на 4 вершинах, их вообще-то 16 штук. Значит, 16 вариантов. Отлично. Если у нас из единицы выходит одно ребро, ну, понятно, что это одно ребро имеет какой-то номер, это любое число 3, 4, 5. Значит, здесь 3 варианта, да? Здесь будет 3 варианта. А здесь около двойки. У нас будет фактически номерованное дерево. У нас будет номерованное дерево только на 3 вершинах. Значит, здесь вариантов будет 3х3, потому что номерованное дерево на 3 вершинах это 3 штук. Отлично. Сколько в результате будет? А? Сколько? Давайте проверять. 16, 16 это 32, 9, 9, 50. Слушайте, это просто счастье. Сейчас интересует количество. Нас сейчас интересует количество лесов, в каждом из которых К компонент. Значит, мы сумели получить ответы 1, 1, 3, 16, 25, 296. Отлично. 1, 2, 8, 50. Сейчас надо секундочку подумать и понять, какая форма годится для этих чисел. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот здесь вот дважды 1, здесь дважды 4, здесь дважды 5, 5. Если правильно посчитать, то здесь дважды 6, 6, 6, 6. Ребята, формула, разумеется, у меня сейчас такая, но формула такая. Надо умножить число К. Вот здесь 1 умножалось, а здесь 2 умножалось. Надо умножить число К на n в степени n-k-1. Объясняю. Если К равно 1, то это будет 1 умножить на n в степени и минус 1, то есть n-2. Если кормятся двойки, то здесь будет n в степени n-3. Да, вот, кстати, вот эта единица, она очень забавна получается, да? Это называется 2 х пола. Если вместо n подстоит 2, а вместо... А тогда, скажите, пожалуйста, откуда получаются нули? Нули получаются... Может, так, что они просто нули, и все. Просто формула для них не работает. А, подставить? Не надо подставлять, потому что, если у нас К больше, чем n, то просто-напросто здесь нет отрицательной степени, это уже бессмысленно. Комбинаторно бессмысленно. Так вот, ребята, наша с вами цель сейчас доказать эту... Ну, в бафе, база индукции у нас есть. Теперь надо понять, если есть любой вес на n вершину, взять из него... Хотите первую, хотите вторую, хотите каплю. Ну, ребята, давайте возьмем первую вершину. Взять первую вершину и ее будете вырезать. Вместе со всеми ребрами, которые из нее выходили. Вот смотрите, какая простая процедура. Если у вас есть... Я рисую какой-нибудь такой достаточно несложный вес. Я рисую специально. Есть что-нибудь такое. Вот. Есть какой-нибудь такой лес. Замечательно. У меня, он сказал, четыре компонента. Неважно. Мы берем и говорим, что вообще-то можно первую вершину уничтожить. Ну, да, есть вариант. Она могла быть просто сама по себе. Вот одна вершина ни с чем не соединена. Ну, замечательно. Так, значит, Итак, мы берем Н плюс одна вершина и выбрасываем вершину в номер один. Выбрасываем вершину с номером один. Да? Выбросили. У нас Н плюс одна вершина и К компонент. Это есть сумма взятая по Т от нуля до Н плюс один минус К. Число сочетания из Н плюс один минус К по Т умножить на Т с индексом Н К минус один плюс Т. Так, если мы с вами сейчас поймем эту формулу, то дальше мы уже по индукции все легко посчитаем. Значит, что такое Т? Это количество лесов на Н плюс одной вершине, когда там К деревья. Отлично. Давайте смотрим, что здесь написано. из Н плюс один минус К точек мы выбираем произвольно Т штук. Давайте думаем, что это значит. Значит, у меня есть точки один, два, три и так далее К. И еще следующее. Что мы делаем? Мы выбираем из них какие-то Т точки. Здесь написано. Из Н плюс один минус К мы выбираем какие-то Т точки. А, так замечательно, ребята. Это и есть в точности те точки, с которыми соединена первая точка. После этого мы объявляем их теми самыми отмеченными. То есть у нас теперь отмеченные точки вторая, третья, К Т и эти Т точек. Соответственно, вторая третья карта их К-1 штука. Этих Т точек это вместе получается как раз сколько у нас будет. Теперь, если мы нарисуем какое-то дерево начинающееся в этой точке, какое-то дерево в это, какое-то дерево в это, а также еще здесь дерево здесь дерево, и все это будет у нас всего 1 вершина, то автоматически все получится. Замечательно. Теперь вопрос, какую формулу мы пытаемся доказать? Ну, вообще-то мы пытаемся доказать, что вот это количество деревьев, количество весов с н вершинами и как компонентов, как деревьев. Значит, можно считать по индоносу, что вот для этого числа у нас формула есть. Отлично. Пишу. Сумма t до n плюс 1 минус k здесь число сочетания из n плюс 1 минус k до t умножается на что? Значит, у нас, смотрите, в этой формуле роль k играет k минус 1 плюс t так и пишу k минус 1 плюс t а роль n у нас играет n пишу n в степени n минус k минус 1 значит, надо вычесть вот это k минус 1 плюс t надо вычесть вот это и еще не забыть вычести минус рамы рамы на самом деле содержательная работа уже выполнена теперь нужно просто заняться чисто вычислительной деятельностью нужно суметь вот эту сумму каким-то способом преобразовать вычислитель но для начала смотрите здесь минус минус 1 плюс 1 минус 1 достоин Значит, на самом деле здесь все не так уж страшно. Но для того, чтобы эта формула выглядела более по-человечески, давайте сделаем так. Я введу новую величину. Значит, величина tau это будет, вот если у меня здесь t бегает от нуля, то я возьму, прямо так и напишу. Это n плюс 1 минус k минус tau, да? Надо еще прибавить к этому k минус 1. Проще говоря, у меня вот здесь вот зачеркнется и будет просто-напросто n минус tau. Ну, хорошо. Здесь будет n минус tau. И теперь надо понять, что будет вверху. Значит, вверху у меня написано, вверху у меня сейчас показатель степени такой, n минус k, сейчас, у меня написано n минус k минус d, правильно? n минус, это на самом деле то же самое, что tau минус 1. Отлично. n в степени tau минус 1. Значит, я теперь могу просто выписать на соседнюю доску эту формулу и посмотреть, как это через число сочетаний все выписывается. Для этого надо каким-то способом нам с вами разбить вот эту вещь, n минус tau. Я предлагаю очень простую вещь. Отдельно я посчитаю, когда здесь умножается на n, и отдельно я посчитаю эту сумму, когда умножается на tau. Поехали. Сумма, когда 0 меньше или равен tau, меньше или равен, опа, да, n плюс 1 минус k. Число сочетаний из n плюс 1 минус k по tau умножить на n в степени tau. Минус сумма, здесь, смотрите, будет tau умножить на число сочетаний из n плюс 1 минус k по tau умножить на n в степени tau минус 1. Значит, господа, посмотрите, пожалуйста, сюда. Что это такое? Число сочетаний из n плюс 1 минус k. n плюс 1 минус k это конкретное число по tau умножается на n в степени tau. Вообще-то это называется беном ньютона. Давайте я напомню, хотя вообще-то это неплохо бы знать. Когда вы возводите n плюс 1 в степени n плюс 1 минус k, то у вас в точности получаются вот эти числа. Ну, давайте я напомню, скажем, что такое n плюс 1 в 5. Это n в 5 плюс 10n в 4 плюс 5n в кубе плюс 10n в кубе плюс 10n в квадрат плюс 5n плюс 1. Что вот это такое? Это число сочетаний из 5 по 5. Это число сочетаний из 5 по 1. Ой, чёрт, я перепутал. Здесь 5, здесь 10. То есть, итак, n в 5 плюс 5n в 4 плюс 10n в кубе плюс 10н в квадрат плюс 5n плюс 1. Что сочетаний из 5 по 5, что сочетаний из 5 по 4. Из 5 по 3, из 5 по 2, из 5 по 1 и из 5 по 0. Значит, когда вы пишете такие скобки, имейте в виду количество способов выбора 3 объектов из n плюс 1 минус k объекта. Значит, если вы знаете бином не то, я очень надеюсь, что вы его узнаете или скоро узнаете. В общем, вот этот повод, что за чего узнать, бином не то называется, да? То это в точности n плюс 1 в степени n плюс 1 минус k. Отлично. К сожалению, здесь надо знать формулу. Ну, вернее, конечно, может быть, и гимнаторное это объяснить, но сейчас не хочу время на это тратить. Значит, реально есть формула для числа сочетаний. А именно, число сочетаний из n по m это n фактериал разделить на m фактериал n минус m фактериал. Замечательно. Вот давайте этой формулой воспользуемся. И у нас, соответственно, все получится. Сейчас надо просто расписать, сколько будет tau умножить на число сочетаний на от n. Поехали. Тау умножается на n плюс 1 минус k фактериал. Я прошу прощения у тех, кто наизусть помнит эти формулы, но просто, знаете, не все это обязаны делать так уж наизусть. Значит, итак, здесь tau фактериал, здесь n плюс 1 минус k минус tau фактериал. Да, кстати, вот в этом месте я не написал индекс суммирования. На самом деле, это сделано смысленно. Потому что здесь разумно написать так. Тау от единицы до n плюс 1 минус k. Объясняю почему. Когда tau равно 0, это все равно 0. Это неинтересно. Так вот, когда вы tau и tau фактериал сокращаете, смотрите, что у вас получается. У вас получается n плюс 1 минус k фактериал разделить на tau минус 1 фактериал. А здесь то же самое. n плюс 1 минус k минус tau фактериал. Ребята, почему это интересно? А вот почему. Вы сейчас можете сделать следующую штуку. n плюс 1 минус k вынести. И тогда у вас будет написано так. n плюс 1 минус k в качестве отдельного множителя. Здесь в числителе будет n минус k фактериал. А в знаменателе будет забавная штука. tau минус 1 фактериал. А здесь, смотрите, как. n минус k минус tau минус 1 фактериал. Вдумываемся, что это такое. То, что здесь написано, это число сочетаний из n минус k по tau минус 1. Поэтому смотрите, какая забавная вещь. На самом деле я здесь могу написать n плюс 1 минус k умножить на число сочетаний из n минус k по tau минус 1. Отлично. Значит, я иду сюда. И смело. Смотрите, что я делаю. В этом месте пишу n плюс 1 в степени n плюс 1 минус k. А в этом месте я пишу ту самую сумму. Кстати, tau минус 1. Где бегает? Тау минус 1 больше или равно 0 и меньше или равно n минус k. Замечательно. А здесь n минус k плюс 1 умножить на число сочетаний из n минус k по tau минус 1. n в степени tau минус 1. Ребята, а это опять биномнитона. Ну, то есть, вот это постоянный множитель. А вот это вот, это опять биномнитона. Это n плюс 1 вот в этой степени. В степени n минус k. Значит, я окончательно могу написать следующее равенство. Значит, у меня в этой степени есть n плюс 1. Осталось чуть-чуть. n плюс 1 в степени, в степени, в степени, в степени. n плюс, проверяйте меня, n плюс 1 минус k, да? Минус, вот тот постоянный множитель, n минус k плюс 1, я выношу. n минус k плюс 1, я выношу. А дальше биномнитона. Смотрим. Число сочетаний с n минус k по tau минус 1, n с техними tau минус 1. Ребята, это просто n плюс 1 в степени n минус k. Так и пишу. Так и пишу. n плюс 1 в степени n минус k. Но до завершения доказательства остались уже буквально секунды. Я должен просто-напросто вынести n плюс 1 в степени n минус k за скобки. Получится n минус 1 в степени n минус k за скобки. Здесь у меня n плюс 1 останется. А здесь вот этот постоянный множитель. Минус n минус k плюс 1. Ну, замечательно. Если из n плюс 1 вычитаешь n минус k плюс 1, это вообще-то будет k. Поэтому вот эта вот ужасная скобка, это просто k. k умножить на n плюс 1. Теперь соображаем, что такое n минус k. А n минус k, ребята, это же n плюс 1 минус k минус 1. Победа. Победа. Вот, смотрите, смотрите. Это, конечно, вычислительное абсолютное доказательство. Я два раза использовал беномниргон. Ну, собственно, абсолютно одинаково, да? То есть это просто для тех, кто знает нон ньютона или хочет знать нон ньютона, да? Субтитры подогналы. Всё.